Состояние кого? Новость о том, что в Волге не хватает воды, в советские годы приняли бы за бред сумасшедшего. Сегодня это суровая реальность. Правда, Саратов водный дефицит не почувствует, уверяет министр природных ресурсов Дмитрий Соколов. У нас уровень воды в норме, несмотря на малоснежный год. Есть отметка, которая называется минимальный навигационный уровень. Так вот, эта отметка для нашего Волгоградского водохранилища составляет 13 метров выше Балтийского моря. Вот, кстати, на сегодняшний день в створах Сарата у нас отметка 15 метров 27 сантиметров. Ситуация, близкая к катастрофе, случилась в 2010-м. Уровень Волги тогда упал почти до критической отметки. Больше всего пострадало левобережье. Песчаная полоса там увеличилась на 300 метров. Кто пострадал? Дачные кооперативы. Естественно, им надо было переносить свои заборные устройства, которые предназначены для полива. Ну, это вызвало определенное, конечно, недовольство. И вам повезло. Виктор Константинович помнит тот 2010-й. Волгу тогда можно было практически перейти пешком, грустно шутит рыбак. А вот с чем это связано, мужчина и знает, может только гадать. Источник воды, который пополнял Волгу, они там стали, обмелели там или еще так далее. А другие говорят, что они боятся поднимать воду, что дамбы размойли. Потому что дамбы не ремонтировались давно. Специалисты уверяют, маловодие – результат глобальных изменений климата. Осадков на планете выпадает меньше. За последние полвека средняя глубина Великой Русской реки уменьшилась на 2,5 метра. Низкий уровень воды стал головной болью для туроператоров. В Самаре, например, уже изменили маршруты круизных теплоходов. В Верховьях, Волги, в некоторых городах корабли останавливаться не будут. В прошлом году была точно такая же картина. Правда, проблему решили просто. Стали использовать суда с меньшей осадкой. Испытывают вододефицит сегодня и в Низовьях, Волге. Чтобы спасти соседние губернии, через три дня на Волжской ГЭС произведут сброс воды. Уровень Волги в нашей области упадет почти на полметра. Роман Гальперин, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Роман Гальперин, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.